Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Airzone Game. И сегодня мы зайдем на один вновь открывшийся проект, который называется Last Life. Но перед тем, как мы посетим его, хотелось бы поговорить о предыдущем моем видео, посвященном игре Arma 3. Под тем видео скопилось очень много неуместных постов. Неуместных по одной простой причине. Люди разъясняют мне и обвиняют меня в том, что я не умею играть в роли-плей, что я не понимаю этого направления. Вот небольшой урок по ликбезу по поводу того, что такое роли-плей и что показывает мой канал, и хотелось бы сейчас провести. Так вот, мой канал показывает проекты, а не игровые жанры. А такие, как роли-плей, RPG, адвентюра, шутер, это все является игровыми жанрами. А кстати говоря, само РП, это даже не жанр, это направление от одного из жанров, то есть от RPG, придуманное самими игроками. Нету ни одной конторы разработчиков игр, которые занимаются роли-плеем. Нету. И скорее всего не будет. Это направление придумано и разрабатывается игроками. А сделать обзор, будь то жанр игровой или направление от игрового жанра, невозможно. Поэтому мой проект показывает и рассказывает о проектах. Не надо это путать. Я не показываю и не рассказываю, как надо играть в том или ином жанре. Я показываю проект, созданный руками разработчиков. Для тех необремененных людей, которые не хотят вникать в это, разъясню на простом примере. Если можно скачать, это проект. Если вы пытаетесь скачать РП, а у вас не получается, значит это игровой жанр, и он не скачивается. Его надо создавать. Создавать самими игроками. Показать это невозможно. Я могу показать только проект. Но что-то мне подсказывает, что даже вот этого моего разъяснения будет мало. Покажу один из примеров. Есть такой проект Беккетов. Так вот он изначально создавался под тактические игры с применением артиллерии. Не под РПГ. Не под ваш любимый роли плей. А под тактические игры. В дальнейшем этот же проект забрал себе сервер Родина. И создал на нем уже игровое направление РП. И просуществовал какое-то время. Но даже сейчас проект Беккетов используется одним из серверов, но уже в направлении какого-то противостояния двух армий, по-моему, 40-х годов. По-моему, Красной армии и Немецкой армии. По-моему, вот так. Я не заходил, я смотрел только небольшие отрывки. Так вот вам один проект, использованный в разных игровых направлениях, в разных жанрах. Потому что проект, это то, что создается людьми, как основа, как база, как фундамент для какого-то игрового жанра или направления. Мой канал, повторю еще раз, показывает проекты. Я не зря говорю в начале каждого видео, мы заходим на проект. А уходя с проекта, я почти всегда говорю, что какие люди сюда придут и какое РП здесь будут играть, я не знаю. Если вы и этого не понимаете, то просто не пишите, будете казаться хотя бы немножко умнее. Потому что, я еще раз скажу, мой канал показывает проекты, рукотворные творения людей, которые делают какую-то базу или основу для дальнейшей на ней игры, уже игроков в каком-то направлении. Я всегда использую сухие термины. Скрипт, текстура, архитектура, модификация. Разве из этого непонятно, что речь идет не об игровом направлении, не о каком-то жанре. Речь идет о рукотворном творении какого-то разработчика. Что здесь непонятного? Точно так же, с такими же неуместными постами, вы можете зайти на какой-нибудь более продвинутый канал, например, к Обломову, который показывает и рассказывает, делает обзоры на еду. Напишите ему то же самое, что какая в жопу еда, ты ничего не понимаешь в роли-плее. Или зайдите к Академику и скажите ему, что то, что он показывает, это полная херня. Решает D3S пак, и ты ничего не понимаешь в роли-плее. Вот то же самое, точно так же неуместны эти посты и у меня. Потому что я показываю проекты. Проекты. На которые мы сейчас, кстати, и зайдем. Ну и напомню, что проект, на который мы сейчас заходим, называется Last Life. Открылся совсем недавно и находится в ОБТ. Ну как говорится, где начнем, там и продолжим. Ну а начнем мы с карты этого проекта, а продолжим все то же обсуждение неуместных постов. В котором мне написали, что надоело смотреть сто тысячный раз про какие-то иконки, менюшки, надписи. А о том, какой здесь роли-плей, нет ни слова от человека, ничего не понимающего в этом. Ну и я об этом должен, наверное, сказать. Да, я очень много упоминаю иконки, надписи, таблички и тому подобное. И говорю я это не просто так, а потому что знаю, что мы живем в стране, в которой по статистике 45% населения живут за гранью бедности. И это по статистике партии, которая потеряла доверие. Ну, я уверен, что эта цифра немножко больше. А еще играют люди с ноутбуков. И тут уже по разным причинам. Из-за нехватки финансирования, и из-за компактности ноутбука, который позволяет открыть ноутбук и войти в любимую игру с любого места. Но, к сожалению, экраны у ноутбуков маленькие. И вот для этих людей мои надписи, иконки и то, что я произношу, совсем не пустые слова. Эти люди понимают, что если надписи крупные, он там будет себя чувствовать очень комфортно. А еще я разговаривал с разработчиком одного из проектов совсем недавно. Так вот, у него плохое зрение. И он специально делает все иконки, просто для того, чтобы люди с таким же плохим зрением могли спокойно и хорошо их читать. Так вот, дорогой мой автор, не надо выказывать свою быдло-серость. Если я говорю, то я знаю, о чем я говорю. И еще раз повторю, что проект это как раз и есть иконки, менюшки, надписи, интуитивность, читаемость и тому подобное. Это не роли-плей, это проект. И это здесь очень важно. Это важно для людей, у которых плохое зрение, в первую очередь. Ну, а что касаемо карты этого проекта, то она, конечно же, не отличается вот как раз тем, о чем я и говорил. Иконки блеклые, иконки старенькие. Но, но, надо сказать сразу же, что у этой карты есть интерактивность. Она пока еще не доделана. Проект в ОБТ. Но, уже на этой стадии разработчики сделали все возможное для того, чтобы вы первоначальные ресурсы могли легко найти на карте. То есть, когда вы наводите на какую-то иконку, загорается крупная, подчеркну для обыдло-серых людей, крупная иконка, которую можно легко прочитать. Вот таким вот образом сделана здесь карта. Разработчики утверждали и утверждают, что пока просто сделаны основные иконки. Но, в конце, это будет сделано на всех иконках, и куда бы вы не навели курсор, загорится разъясняющая табличка с тем, что вам надо на этом объекте, какой инструмент, ну и тому подобное. Ну, и переходим непосредственно к карте, на которой, в общем-то, говорить особо много и не придется. Карта стоковая, изменений минимальное количество. Сейчас вы видите виды ковалы. Да, здесь столица ковала, и вот так вот она выглядит. Этому у разработчиков есть свое объяснение. Ковала практически не изменена. Изменена немножко архитектура, но она изменена, как вы можете заметить, просто алтийские дома, желтые, однотонные, поменены на малдийские. Такие же дома, точно такого же вида, но только немножко подраскрашены. Голубые, там с окантовочкой, желтенькие. Вот таким вот образом приукрашена ковала. Ну, попытались ее немножко привести к более цветному виду. Но, в целом, ковала практически не затронута. И это сделано для того, что у этого проекта есть своя концепция. И вот в соблюдении этой концепции решили не затрагивать ковалу, чтобы не было весомых просадок по FPS. А почему так? А потому что, как я и сказал, у этого проекта есть своя концепция. И направлена она, в общем-то, я бы сказал, наверное, на развитие криминальной жизни. Здесь, на этом проекте, нету так называемых зеленых точек, зеленых областей. Здесь вся карта играбельная. Даже если вы стоите на точке добычи, или на точке переработки, или просто по центру ковалы, вас могут ограбить, вас могут убить. Ну, и все, что с этим связано. Здесь нету зеленой области. То есть, нету так называемой ЗЗ. Вся карта играбельная. Даже в ковале, покупая дом, вы не будете в безопасности, потому что в ковале, в центре, ваш дом могут ограбить, расстрелять, там, ну, все, что угодно. Вот такая вот концепция у данного проекта. И вот, чтобы не было падения FPS за ковалой и самой ковале, изменений практически нету. Ну, все изменения, какие вы видите, вот они есть. И по той же причине на проекте очень мало сторонних модмейкерских зданий. Ну, я на самом деле вот в ковале увидел только одно, это здание полиции. Полицейское управление, оно изменено, оно вот какое-то такое красивое и интересное. На самом деле, не помню, видел ли я где-нибудь такое. Ну, разработчики стараются не применять здания, которые не проверены, которые могут каким-то образом повлиять на FPS. Чтобы из-за этого у игроков не сложилось впечатление, что кто-то пытается как раз вот за счет FPS и выиграть в сражении. Ну, а как я уже сказал, сражения могут идти как под ковалой, например, да. Просто для примера берем. Так и в центре ковалы могут быть сражения, то есть перестрелки и тому подобное. Вот именно для этого нету практически никаких левосторонних зданий. Только родные, родная алтийская, малдийская архитектура используется на этом проекте. Также и про заборы. Вот мне тоже писали, что ты ничего не понимаешь, заборы, заборы, это все здорово. Заборы это часть декораций. И здесь разработчики понимают, что не надо делать сплошные заборы, потому что они будут играть роль прикрытия, роли отступления и тому подобное. В общем-то, поэтому здесь нету ни ворот, ни каких-то глухих заборов. Здесь везде можно пройти насквозь. То есть, уходя от полиции, от преследования, вы можете маневрировать между заборами, зданиями, не натыкаясь на преграды. Это вот, кстати говоря, и называется процесс оптимизации. Тут опять у меня отсыл к тем непонятным постам, которые пишут люди, не понимающие, пишут мне про какие-то, что ты докопался до заборов. Есть такое понятие. Оптимизация игрового процесса. Если вы посмотрите, например, на тот же карту Алтис, на тот же карту Малдин. И да, на картах вот этих вот были по лору боевые действия. Ладно. Карта Тоно, карта Ливони. Вы нигде, нигде не увидите сплошные заборы или тупики. Везде разработчик постарался сделать пролом в заборе, пролаз, везде двойные двери. И это не забота о пожарной безопасности. Это как раз оптимизация игрового процесса. Игрок не должен преодолевать второстепенные препятствия, направляясь к главной цели. Поэтому компания Богемия сделала везде. Есть по лору там война или нету, везде есть проломы, дыры, пролазы. Вы везде пройдете насквозь, вам не надо оббегать. А вы нагораживаете заборы сплошняком, не задумываясь о том самом, что это все ложится тяжким временем на игрока. А потом предъявляете мне, что ты докопался до заборов. Вот игроки этого проекта и разработчики этого проекта, понимая, что в перестрелках не должно быть такого, что вы натыкаетесь в тупик, наделали заборов с проходами. Везде есть проходы. Нигде нету никаких калиток, глухих ставней или еще чего-нибудь. Везде есть проходы. Уходя от полиции, от преследования, вы не наткнетесь на тупик. Вот это и называется оптимизация игрового процесса. Ну и ладно, переходим дальше. А дальше у нас, несмотря на концепцию данного проекта, направленную на перестрелки, есть все-таки и гражданское развитие. И вот одно из них, это работа строителя. Находится она прямо в центре кавала, недалеко от места появления. И опять надо сказать, что это сделано не для какого-то быстрого развития вашего или с целью оптимизации, опять же таки, игрового процесса. Нет, это сделано для того, чтобы была хоть какая-то безопасность на этом рабочем занятии. То есть в центре кавала, то есть наверняка здесь будет полиция, наверняка здесь будут другие игроки. Хоть какая-то безопасность, но должна быть. Потому что напомню, что на данном проекте ЗЗ, зеленой зоны, нету как таковой. Вот ее нету. То есть ограбить вас могут прямо здесь. Вот на рабочем занятии подбежит кто-нибудь и ограбит вас. Это не запрещено. То есть, пожалуйста, стреляйте, гравьте, отстреливайтесь, убегайте. Ну, все, что хотите, в общем, вот. Поэтому сделано это в центре кавала. Ну, для хоть какой-нибудь безопасности новичков и тех, кто занимается вот этим строительными работами. Ну, а выглядит это вот таким вот образом. Этот скрипт был написан разработчиками данного проекта. Выглядит это вот так, как вы сейчас видите. Идем на точку, получаем мешок, несем его на другую часть строительной площадки. Недалеко бежать. И надо сказать, что здесь вообще на всем проекте все взаимодействия и на рабочем занятии, и вообще везде, происходят через единственную кнопку Windows. Это вообще фишка этого проекта. Все взаимодействия происходят через кнопку Windows. Забудьте про колесико. Колесико больше нету. Только одна кнопка. Windows. Windows. И все. И вот я не знаю. Поначалу, когда я зашел на этот проект, мне понравилось. Думаю, о, здорово. Что-то новенькое. Поменяли игровую механику. Ну, под конец, вот когда я уже уходил с проекта, у меня все чаще стала посещать мысль. Зачем поменяли одну рабочую игровую механику на совсем другую, которая, я вам скажу, работает так себе. Так, например, подходя к двери, да, у вас сразу же загорается значок. Открыть дверь. И вы нажимаете пробел, дверь открывается. Подходя к машине, у вас загорается руль, да. Нажимаете пробел, чтобы сесть в машину. Теперь этого нету. Теперь каждое взаимодействие через Windows. Вы нажимаете Windows. Надо поймать еще это расстояние. И это место, где сработает эта кнопка. И только потом работают кнопки взаимодействия. Ну, такое себе. Как я и сказал, сначала мне понравилось. Но под конец я понял, что, по-моему, взяли, просто сломали хорошую рабочую механику и заменили ее на такую, второстепенную. Но это надо попробовать. Это надо зайти и почувствовать. Нравится вам такое или нет. Мне, надо честно сказать, не понравилось. Каждый раз нажимать Windows, это такое себе занятие. И дальше, по ходу этого видео, мой персонаж будет все время мотать головой. Это вот как раз из-за того, что я пытаюсь судорожно поймать то место, где кнопка Windows работает. А что касаемо вот этого вот рабочего занятия, то нечто подобное я уже показывал на каком-то проекте. Уж не помню на каком, но там надо было еще и подниматься с этим мешком на второй этаж. Здесь же мы бегаем в одной плоскости. Ну, а занятие вот такое уж. Судите сами, нравится такое или нет. И переходим дальше, к следующему рабочему занятию, которое есть на этом проекте. А это почтовый курьер. В общем-то, достаточно стандартная работа, только выпадение точек рандомные, в отличие от многих, где надо выбирать. Выглядит все вот таким вот образом. Но тут надо сказать, что у меня случился баг. Но мы находимся на ОБТ проекте. Поэтому на баг не будем обращать внимания. Надеюсь, что ребята в скором времени это поправят. Баг следующего образца. Я взял коробку, как вы видите, она появилась. А вот кнопка взаимодействия Windows не выдает мне следующего меню положить эту коробку. И сработало это только, когда я взял повторно. Еще раз подошел к вывеске и еще раз нажал. Тогда появилась кнопка положить коробку. Но первая коробка у меня осталась в руке. И ее никак не убрать. Поэтому она будет на видео все время нам мешать. Но это ОБТ. Очень надеюсь, что ребята как-то с этим быстренько разберутся. Неприятный баг. Ну, вот мне удалось его найти. Странно, что он только у меня случился. Я видел, как ездили другие ребята на такой же машинке. И ничего подобного я у них не видел. Ну, вот такая, в общем, работа. Как вы можете заметить, переделана машина. Машина красивая. Как внутри, так и снаружи. Ну, а вот сама работа мне понравилась не очень. Понравилась она мне не очень, потому что выпадение точек рандомное. Ты не можешь сам выбрать. С одной стороны, это может быть и хорошо, и даже реалистично. Но с другой стороны, это очень утомительно. И к этому утомлению еще присовокупляется то, что по всей трассе нету ни одного магазина, где можно купить ремкомплект. Ну, здесь он называется инструменты. Ни на одной заправке нету магазина, где вы бы могли купить. Вот говоря о реалистичности, да. Это нету ни в Атире, ни по всей трассе, только в Пиргасе, ближайший универмаг, где вы можете приобрести такой набор. То есть, если вы не взяли с собой, то, ну, полное до свидания. И при поломке машины почему-то опять отключено то самое рабочее меню, обычное армурское меню, да, где желтеньким или красненьким загорается поломка колеса, поломка двигателя, ну, еще там еще что есть. Здесь же его убрали. Как вы можете заметить, немножко видоизменили спидометр в левом верхнем углу. Ну, там больше ничего нету, ничего не загорается и не светится. Что я поломал, я не знаю. Хотя, в принципе, в этом и нет никакой необходимости. Сломалась машина, вышел, нажал починить, починилась. В принципе, как бы не особо информативно, но зачем менять рабочую схему, не знаю. Это вот все к тому, что поменяли одну рабочую механику и вот, например, в результате я даже не смог открыть шлагбаум. Я не понимаю, то ли не прописано там, то ли эта механика не работает, то ли шлагбаум здесь вообще не открывается. Ну, непонятно. Ну, в результате я перешагнул и пошел, но так и не смог открыть. Ладно, едем дальше. А возвращаясь обратно к рабочему занятию, то тут уж каждый, наверное, выберет свое. Кому понравится, тому понравится. Кому нет, тому нет. Мне не особо, но в защиту этой вот дальности поездок рандомных могу сказать, что оплачивается очень хорошо. То есть я заработал здесь, наверное, раз в 10 больше, чем на строительной площадке. За одну только ходку. Я получил 30 с чем-то тысяч. Поэтому, ну, это такой приятный бонус к тому, что все-таки ехать надо много. Ну, и еще одно, что вам каждый раз надо возвращаться обратно в офис. То есть я проехал 15 километров и обратный путь в 15 километров я еду абсолютно впустую. Это вот, в общем-то, то, что мне не понравилось. Не понравилась мне трата времени на обратный путь. Пустая трата времени. Просто вот едешь-едешь в никуда, тратишь свое время, которое мог бы провести с большей пользой. Вот это мне не понравилось. Ну, а так, в целом, вот такая вот работа здесь присутствует. И выглядит это все вот таким вот образом. Мы переходим к следующей работе, которая тоже есть и которую ребята здесь сделали тоже сами. Абсолютно с нуля написанный скрипт. Эта работа уже не особо гражданская. Она как бы нелегальная. А выглядит она вот таким вот образом. Есть такая некая тайная табличка. Ну, естественно, она на карте подсвечивается, поэтому они все знают. Можно было бы поставить NPC-шку, но стоит табличка. Взаимодействуем с этой табличкой, вернее, пытаемся. Потому что вот на этой работе я начал понимать, что вот эта новая технология через Windows работает очень хреново. Ладно, взаимодействуем. Нам выскакивает новая табличка, и она нам говорит, что надо пойти и подобрать закладку. Закладку с некой наркотой, наверное. Вот на этом рабочем занятии я вообще просто начал проклинать уже вот эту новую введенную разработчиками схему. Потому что вот если вы думаете, что я просто стою и качаюсь, то нет. Я пытаюсь найти то место взаимодействия, которое здесь должно быть. При каждом моем повороте влево-вправо я судорожно жму на кнопку Windows в попытке поймать, где же оно находится. Но это вообще просто бесполезно. Схема, вот как я и сказал, мне поначалу показалась очень интересной. Но вот в таких местах, как шлагбаум, как лестница, как вот эта вот закладка, ну это просто кошмар. Ну невозможно найти вообще просто, ну не ловит Windows эту штуковину. Не знаю, серьезно, зачем поменяли хорошую годами проверенную схему с колесиком вот на это, которая работает вот таким вот образом. Вот куда жать, я бог его знает. Но в результате я нажал, все-таки нашел это место и нажал на кнопку взаимодействия. Но так как мы помним, что это не конечная точка, а это только точка, где мы подбираем закладку, то впоследствии, естественно, сейчас выскочит табличка с тем, что мы подняли ту закладку. Ну и теперь надо отправиться на новое место и ее перезаложить, эту закладку. В общем-то, точно в такое же место. И тут я опять столкнулся с той же самой проблемой взаимодействия на этом проекте. Вот эта кнопка Windows, я не знаю, то ли это ворота не работают, то ли кнопка Windows не работает. Не знаю, ну или просто разместили ее, не подумавши вместе. Ну вот как, забором все огорожено, калитка не открывается, то ли это, я не знаю, то ли это действительно кнопка Windows не работает. Я так и не разобрался в этом деле, но здесь в некоторых местах можно через этот забор перешагнуть, поэтому я перешагнул. И опять то же самое, надо сделать закладку, а поймать вот это место закладки очень сложно, ну очень сложно через вот эту вот кнопку Windows. Ну ладно, я все-таки сделал это и заложил эту закладку, выскочила табличка, что деньги лежат рядом с закладкой. Так и написано, деньги лежат рядом с закладкой. Я искал, искал минут, наверное, 10. Я так и не нашел и не понял, где находятся деньги, они то ли упали ко мне на счет, я не запоминал, сколько у меня было. Здесь я обжмыхал все, уже начало темнеть, ни черта не видно, я не понимаю, ну то ли это, ну в этой работе я не разобрался, в общем. Я грешу все на вот эту вот новую механику взаимодействия, что она просто криво работает. Я не понял, где деньги, где их искать, в общем ушел с этой работы, ну она вот такая вот. Очень надеюсь, что ребята как-нибудь там сами поиграют в нее, в этой вот скрипты потестят и поймут, что ну не очень хорошо работает вот эта вот новая механика. Может быть даже и нет смысла ее вводить. Ну а если уж ее невозможно убрать, то надо ее как-то поправлять и делать вот этот вот радиус взаимодействия гораздо больше. Ну вот такая вот, в общем, работа. Ну а в принципе больше на этом проекте показать нечего, потому что все, на что заточен он и ту самую концепцию, которую он соблюдает, про которую я говорил в самом начале, она заточена на стрельбу, на захват территории, на войну между группировками, причем между премиальными группировками, которых сейчас нету. Естественно, ничего я из этого показать вам не смогу. Есть еще тюрьма, в которой упрощен срок тюрьмы. То есть, если на большинстве проектов там, допустим, 200 минут вам дают, да, то здесь максималка 80 минут, из которых вы можете себе скостить половину, наверное, срока, работая в тюрьме. Также можно убежать с этой тюрьмы. Ну то есть, вот видите, вся концепция заточена на то, чтобы долго не сидели, больше стрелялись и освобождали друг друга из тюремного заключения. Точно так же, исходя из этого же пострелушечного направления, здесь нету как таковых медиков. То есть, медицинской службы здесь нету вообще. Даже медицинское здание, то есть, вот строение, которое стоит в Кавале, оно не задействовано. Медиков нету совсем. Есть организация ООН, которая, в общем-то, и занимается лечением населения. Но она в корне отличается от простых медиков. Во-первых, они тоже с оружием. Они тоже участвуют в пострелушках. По ним тоже можно стрелять. Единственное, что, убивая такого члена организации ООН, он может занести тебя в черный список и больше не будет тебя поднимать. Но у тебя есть возможность подняться самому. Есть здание этого ООН. Вот уж не знаю, будут ли туда пускать любого или каждого, не знаю, не скажу. Но такое здание есть. Выглядит оно, на мой взгляд, все-таки не очень красиво. Как вы можете заметить, стоят кровати прямо в коридоре, прямо на лестнице. Если уж ООН, организация, там, вы решили что-то изменить, ну, переедьте вы в медицинский центр. Просто назовите его ООН. Ну, там хотя бы медицинский центр, там хотя бы антураж, палаты есть. Ну, а здесь какие-то больные будут лежать на улице, практически на лестнице. Для того, чтобы вылечить, надо купить внизу пакет крови, положить пациента вот на эту кровать и ждать, когда он выздоровеет. Вот таким вот образом здесь происходит лечение. Ну, и как я уже сказал, что медиков, как таковых, нету. Есть организация ООН, вооруженная организация, которая тоже каким-то образом будет участвовать в пострелушках. Не знаю, действительно, не знаю, как это будет выглядеть в деле, но это вот так. Такую вот концепцию и прослеживает этот проект от самого начала, в принципе, до самого конца. То, что есть гражданское, я показал. Магазины, которые вы сейчас видите, сделаны очень красиво. Я не затронул их, поэтому в конце ролика хочу про них и рассказать. Очень интересно сделаны магазины. В принципе, все как обычно. Да, есть корзина, есть меню. Но вот выбрана локация и разворот персонажа, и машины, если мы говорим про магазин автомобилей, тоже сделаны вот таким вот образом. Нельзя увеличивать, приближать или отдалять, но крутить можно. По покрасочкам все покраски отданы игрокам, кроме материалов. Вот материалы, там, хром или металлик, вот они по випкам. А покраски, цвета могут выбирать любые игроки. В общем-то, это тоже вот то, что относится к гражданскому развитию, то, что я могу показать на данный момент. Ну, а все остальное, это военная тематика, оружие, базы, которые здесь есть. Пока стоят две базы, премиальные, по крайней мере, они есть на карте. Игроков пока не видел, а вот базы уже стоят. Если что-то касаемо фарма, то пока показать нечего. Ну, во-первых, стоит старая схема сбора ресурсов. Это, ну, копаем, потом появляются мешки. Это раз. А во-вторых, она еще не работает до конца. По крайней мере, у меня пофармить не получилось. Лопата и кирка у меня стреляют. Вот, если нажимать левую кнопку мыши, происходит военное положение. То есть, на 10 минут все замирает. А вот с помощью вот этой вот схемы, новой, да, новой механики взаимодействия через Windows, например, мешки мне не удалось даже поднять. Я не знаю, как их подбирать. То ли еще не доделано, то ли вот опять эта новая механика по взаимодействию через Windows хреново работает. Не знаю. Но то, что стреляет кирка, я такое уже встречал. Это, я думаю, ребята очень быстро поправят. Ну, а в целом, все, больше показать и рассказать мне нечего. Вот такой вот проект. Он еще на стадии бета-тестирования. Но, в принципе, концепцию, я думаю, уже ребята менять не будут. То, что задумали, то и воплотят. Ну, а какие-то косяки и баги, это дело рук уже самих разработчиков. Я думаю, они это в кратчайшие сроки поправят, и проект будет уже в релизе. Ну, и, наверное, будем заканчивать обзор данного проекта. Подчеркну, это был обзор проекта. А какое РП и какие игроки сюда придут, я не знаю. Все зависит от вас. Хотите посмотреть, поиграть, заходите, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok